всем привет после двух месяцев эксплуатации котла возникла небольшая проблема а именно начал забиваться немножко дымоход как ранее говорил немножко топлю дровами вот эти дрова надо сжечь убавились они во время растопки дров когда дверцу открываешь постоянно дым отсюда шаровал но это понятно не переназначен для топки дровами но и в автоматическом режиме когда на угле работает из-под дверцы потихоньку идет дым туда спичку подносишь и видно что оттуда воздух дует прямо из-под дверцы и когда котел топится сюда в помещение заходишь но чувствуется запаха дыма работа котла вчера я разобрал вот эту вот часть как видно здесь нету никакого доступа пришлось здесь откручивать от сэндвича так как собрал все на герметике пришлось даже откручивать эту планку чтобы дымоход разобрать отсоединить его потому что собрано все на герметике и держится довольно таки крепко зараза разобрать не получилось вот так на ходу вот высыпал я всю гадость которая там накопилось как видно это у нас никакая там не смолистые отложения а именно вот это тут пепел не пепел пухом его называю такая же фигня у нас на дверце она образуется она не твердая вот такая вот мягкая но все равно она не дает дыму проходить и сужает диаметр дымохода особенно это было заметно вот на это шиберные заслонки ей не пользуюсь на мне на всю на всю постоянно и получается на стенках образуется эта фигня и на самой шиберные заслонки тоже тоже образуется эта фигня и вот здесь диаметр осудился довольно таки сильно конечно можно было пошевелить если бы знать что на нее наросло все и более-менее дымоход бы работал но все равно а прочистка вот это вот горизонтальной части и вот это вот вертикальной части нужно далее там разбирал дымоход который выходит где дым бьется вот об стенку противоположную там нарастает небольшой мох это же далее выше там все нормально дымоход чистый относительно там небольшие вкрепления эти вот этой гадости есть но в остальном сужение никакого нету вот сейчас прочистил это и котел стал работать нормально никакого запаха дыма в помещении нет сейчас буду это дело разбирать убирать этот отвод на 90 градусов за место него я поставлю такой тройник где будет заглушка и будет возможность прочистить эту часть ну и в эту часть что-нибудь опустить что-то вроде этого рьер шика с грузом на веревочке опустить можно будет и прочистить этот вертикальный участок ну и этот шибер я скорее всего обрежу и уберу заварю все эти отверстия потому что я не пользуюсь на в принципе на автоматическом котлеон здесь практически не нужен попробовал я им побаловался позакрывал по открывал никакой разницы экономия угля или в чем-то я не заметил поэтому я его уберу и плюс тому же дымоход у меня 115 тяга здесь не такая уж сумасшедшая чтобы ее прикрывать все буду разбирать и устанавливать этот тройник так снял дымоход отсоединил немножко он подымливает неправильно это конечно все ну оттуда тяга идет хорошая будет немножко проветриваться потому что котел не останавливал просто и восстановил все там еще тлеет уголь таким образом дымоход выглядит изнутри здесь я сильно ничего не очищал просто эту пыль все сбил вот как я и говорил заслонка это шибер он полностью не перекрывается конечно же вот таким образом он стоит получается нарастает и на стенках и на самом шибере здесь у нас расстояние маленькая получается со стороны он почти полностью зарос а есть было небольшое отверстие через которое выходил дым сейчас почистил и все вроде нормально сейчас его вообще полностью уберу потому что я им не пользуюсь и проход будет довольно таки больше и можем будет что-нибудь опустить опять же говорю какая-то ёршик и насквозь его просто протащить ничего не будет мешать чистке дымохода ну а таким образом выглядит внутренность этого дымохода плохо светит но как видно вчера его прочистил наросло не очень много и опять же вот такая вот фигня которая пыль просто сдувается легко но зараза потоком воздуха который идет из котла этого не хватает чтобы это сдуть и эта труба была засыпана примерно на треть заполнена на этой всякой фигней пришлось засунуть сюда не было у меня этого ёршика купила его сегодня засунул просто сюда мешок он тот вот скомкал его засунул и просто трубой протащил и вот мешком она просто до голого металла здесь нет никакого дегтя ничего просто пыль сухая набивается и все что могу сказать охеренный сука герметик целый час я про е колотушкой колотил по краям что от нее осталось в общем отсоединил этот отвод по 90 градусов теперь у нас один присоединитель и отдельная труба сейчас надо будет эту крыльчатку убрать я здесь прихвачено всего на две прихватки с этой стороны и с той стороны но зараза сюда болгаркой не подлезть не хочу этот крючок обрезать случае чего чтобы потом можно было сюда обратно вернуть сейчас попробую тонким сверлом несколько отверстий сделать и попробовать эту крыльчатку сбить посмотрим что из этого получится все я убрал шибер этот отверстие где проходил шток замажу скорее всего герметиком не буду их заваривать ничего как выяснилось герметик держит просто замечательно ну и все в принципе тройник есть все разъединено теперь можно соединять все обратно и подключать таким образом теперь выглядит наш дымоход обновленный теперь будет возможность прочесть этот участок ну и в этот участок что-нибудь засунуть и пропихнуть тоже можно в принципе даже можно зацепить веревку за этот ёршик веревку опустить засунуть ёршик и снизу здесь его пора дернуть ну короче главное чтобы можно было сюда добраться правда скорее всего здесь будет довольно таки много нарастать то что дым будет упираться сюда не будет плавно обходить будет упираться так же как и на улице я говорил то что в тройник упирается и как раз здесь нарастает всякая бахрома но теперь можно будет опустить хомут это у нас заглушка закреплена на хомут ее ослабляем и тем же самым ёршиком прочищаем у нас котел работает подношу спичку у нас воздух засасывается в трубу это то что мы сейчас котел надувает в трубу дует тяги так что хватает для работы котла слава богу вот единство проблемы это было с этим участком плохо что и сразу не так не сделал но да ладно но на этом у меня все всем пока